Не волнуйся от мамы! Господи, господи, сейчас покажу, что ты понят, что кажется, знаете, что... Опять я растрогалась. Всем привет! Мы на озере. Меня слышно? Смотри, он почти сам. Я его немного придерживаю, правда. Просто офигенно. Во-первых, ему нравится там, он не выпрыгивает. Он выпрыгивал обычно. День, помаши их всех, скажи. Я тупаюсь. Он уже начинает правильно лежать на этом месте. И ножками, видите, работает. Я еще его придерживаю. А вода, кстати, уже хорошая. Класс! Крис, покажи, пожалуйста, как здесь красиво. Мы здесь на одном озере, по секрету. Мы в Кристинке нам... Молодец! Ребенок... Значит, в Кристинке нам, блин. Ну, уже в нашем. Кристина дарила нам. Оно вообще офигенное, на самом деле. Деня, стой! Ты что делаешь? Ты хочешь, чтобы меня все... Он специально, чтобы я опять пошла пояс. День, не надо! Мы не пойдем к пальцам. Мы только ноги пойдем помоемся. Вода реально кайфовая. Спасибо Деньке, что затащил. Пошли ноги мы. Пошли ноги мы. Просто Денька, как будто обезьянки. На голове я у тебя. Да. Пошли ножки помоемся. Я чувствую, на море нам будет клево. Сейчас сохнет. Сохнет! Посмотрите, как Дэня все разбросал. Я его уложила спать. А мне придется сейчас все это убирать. На самом деле, он все вещи, вот эти вот все вещи, он достал с нижней полки. И несколько раз он выкладывал их и обратно собирал. Выкладывал, обратно собирал. Потом в итоге оставил вот так все. Не кайф было собирать. Вот. А еще я себе на ногу уронила стул. И у меня теперь синяк вот здесь вот. Ну, это я натерла, а вот рядом синяк. И мне так больно ходить. Кристина моя меня покинула. Она пошла спать. А я буду еще монтировать видео. Еще мы собираемся на море. Мы уже забронировали места, купили билеты. Забронировали гостиницу. И мы поедем в очень интересное место. Называется оно Сукко. И гостиница Бонжур будет у нас. Мне на самом деле это место посоветовала. Я там ни разу не была. Посоветовала фотограф, который фотографировала меня для инстаграма. Есть фоточки у меня, где кукольная такая девочка. Вот. Она там была и ей очень понравилось. В общем, я надеюсь, что будет хорошо. По фотографиям тоже очень клево. Вот. Это от Анапы сколько-то там километров. Не помню. Короче, ехать 15-20 минут вроде, если я не ошибаюсь. Так что я вся в предвкушении. Вот. Сейчас, короче, буду работать. Надеюсь, нога моя пройдет к этому времени. Доброе утро, крохи. Кто там сзади? Это моя лягушонка в коробчонке. Привет. Что такое? Привет. Ты хотела спрятаться? Я не накрашенная. А я что, накрашенная? Начинается. Мы красотки, мы звезды даже не накрашенные. А это вот моя... Вот моя зайка. Привет скажи всем. Привет. А Дени даже не догадывается, куда мы идем. Нет, я ему говорю, зайка, мы идем в садик. Но он еще не понимает, что это значит. Короче, я решила, осенила меня просто. Ладно, потом расскажу, почему и зачем. Но сейчас в 12 часов тихий час в детском саду начинается. Я хочу его сводить на первые пару часов. Посмотреть, как он себя будет вести. Расскажу вам все потом. Кристина мне в помощь. Да, он в саду. Короче, мы пришли в сад, который мне порекомендовали у нас тут рядышком. Я пришла, пообщалась с заведующей и отдала его воспитательнице в ясельную группу. Там были еще две девочки, два мальчика. Примерно его возраста, мне кажется, там, может, один чуть постарше. Хотя, мне кажется, ну, прям ясли, вот, моего возраста ребенок. Вот их там четыре или пять детей было, да? И Денька мой. В общем, мы его оставили на пару часов, пока пошли с заведующей пообщаться. Но уже слышала, пока общалась, что он там как бы плакал. Не за тобой. Да, не за мной. Они сказали, что он на ручки хотел. И вот сейчас они уже пошли гулять. Мы тут на лавочке недалеко сидим, взяли кофе. Я, короче, жду, нервничаю. Оставила номер телефона, то есть пока на адаптацию. Дали нам список, это частный садик, дали нам список всяких анализов, которые мы должны сделать. Общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на яйца глист, соскоп на энтеробиоз. Справка от федератора, что ребенок здоров. Вот, ну и всякие такие заявления, анкеты, договоры, там, карты всякие тоже заполнить нужно. И все. Хорошо, но дело в том, что мы на следующей неделе, сегодня у нас пятница, да? Пятница, это у них последний день, они, пятидневка у них. Потом мы на следующей неделе на море едем. Все вместе! Привки, привки. Ты здоров. Я уже, я все время в реке. Да. Ну, в общем-то, и после, как раз таки думаю, может в понедельник удастся мне знать все анализы, будет хорошо, они тогда будут на руках, и тогда на следующей неделе я уже его смогу, хотя бы на полдня. Ну, в общем, здесь очень удобно, с графиком, со всем. То есть, мне понравилась заведующая вообще, она так вот хорошо все объяснила, рассказала, что у меня появилось доверие. Доверие к садику, доверие к заведующей. И я посмотрела, показала все, тем более камеры будут, она показала прям, как мы будем видеть все это. Поэтому папа тоже будет следить. Он прям обрадовался. Он сначала не хотел, чтобы я в садик отдавала. Я говорю, Заю, ты тоже сможешь смотреть. И он такой, класс! Я буду смотреть. Вот. И бабушка будет смотреть. Все будут следить за ребенком. Ну, и сейчас я так поглядела, они вышли на площадку, я так подглядела, и он такой, знаете, ну, как бы не истерит ничего, но он плачет. Воспитательница. Да, капризничает. Воспитательница его то на лошадку посадит, то еще что-то, но он бросит на руки. Посадила на лошадку. Да, она его посадила на лошадку, он качается, он вроде качается, но все равно он плачет. Ну что-то не то, не настоящая лошадка, не живая лошадка. Параллельно он плачет, и он хочет на руки. И вот я смотрю, пока наблюдала, она взяла его на руки, походила с ним, и ребенок успокоился. Вот, и мне кажется, что, да, он, мне кажется, что ручки для него, да, вот что-то защита какая-то, еще и соски нету, представь, да? Соски нет. Да, я думаю, он быстро адаптируется. Мамы нет. Да, я думаю, даже быстро адаптируется, потому что он там уже себе невесту нашел. Потому что он нормальный пацан, это мой пацан, крестник. И он невесту нашел уже с розовой соской, да? Так слушайте, на самом деле повезло, мы когда только зашли, он такой стоит, не поймет. Но все детки ходят, они такие маленькие зомби, я в хорошем смысле. А эта девочка, она, и такая куколка, девочка-куколка, реально, с пудряшками. Она начала глазки сразу строить. Она, да, мне кажется, она его, так она его увлекла, не то, что там он подошел, он такой растерялся, смотрит, и она такая, такая улыбка, вот от улыбки станет всем светлее, правда, да? Она такая ходит, ходит, заглядывает, така-тын, и он такой раз за ней увлекся. Да. Она ему понравилась после того, как она его охмурила первая. Чарльз своей. Так что. Да. Вот. Короче, я переживаю, нервничаю, ждем. Ну, интересно. Это уже не наш плачет, смотри. Нет, это страшно, да? Девочка плачет. Потому что пала-пала, мне кажется, потому что, главное, чтобы никто не упал. Короче, сидим с Кристинкой, болтаем тут пока. Я слышу, что, ну, тишина на детской площадке, как-то все там тихо. Думаю, что там, малыш затих. Ну, уже мы полчаса болтаем, наверное, он прям затих, да? Полчаса точно. Да. И я говорю, давай посмотрю. У них площадка как бы закрыта такая, да, вся, но там вот в щелочке можно поглядеть. И я такая смотрю, играет мальчик мой. Все, он уже не сидит на руках, у него лицо уже не красное от слез. Играет там в игрушки какие-то. И я не увидела, что там за игрушками, не увидела, только голову его увидела, он что-то там смотрел. А, Селена, вот хочу узнать у тебя, что ты чувствуешь в этот момент, когда ребенок при тебе падал на пол, бился в слезах? Зачем ты такие вещи рассказываешь? Ну, нет, я, конечно, утрирую, там не так было, но чуть что-то... Просто истерила намного? Да, допустит ногами, я же даже не узнала в этот раз. А здесь чужие люди, детки, так мы тоже на площадку выходили, да, с Селены, и он на ручке. Раз, Селена, что ты хочешь, ну, котенок, зайка? Один, что ты чувствуешь, я имею в виду в том плане, что ты не могла ребенка вот так вот. Я чувствую, что я его отдала в хорошие руки просто. В хорошие руки, а вот так вот, действительно. Что есть руки лучше меня. Нет, ну да, даже не знаю, это подход, это, да, даже дело не в подходе, да, все равно он знает, что ты мама, и что, в принципе, ты ей даешь все, что он пожелает. Наверное, так, да, что ты и внимание, если... Не, ну воспитательница на ручках его немножко поносила, успокоила. Но тем не менее, она его сумела опустить, а ты его опусти, когда вот взяла на руки и носишь его три часа. Да, он мне вообще не дает, да, потому что детки еще, конечно... Ты говоришь, он сейчас играет, играет. Он же смотрит, что других никого не таскают, другие дети играют, как-то развлекаются, что он сидит на ручках? Так он сидит на ручках и ледит на них на себе. Мы с тобой выходили сколько раз на площадку, другие детки играли, а он все равно с нами сидел, и мы с нами интересней. Ну, нет, он, да нет, не все время он с нами сидел. Он на горку полезет, я за ним бегаю, качели подбежит, я за ним бегаю, боюсь, что качели шарит. Все равно, какая-то интересная такая ситуация между людьми, да? На ручке он очень любит, и да. Просто имею в виду, что отношения людей, людское. Ну, все равно при маме одно, да? Конечно. И с детками, и когда... Он же знает свои слабости. Неожиданно, да, что он не стал, как бы, ну, уже вообще успокоился, чуть-чуть поплакал. Да он нормально, адекватный ребенок, по-моему, тоже. Я не говорю, что он неадекватный, но я и говорю, что... Я не говорю, что ты говоришь, что он неадекватный. Просто, что детки, вот, интересные. Вообще, это люди, это же мы, получается, да? Что ты в садике по одному себя ведешь, дома по другому. В принципе, я тоже так вспоминаю. Я в садике вообще молчала. Все говорят, Кристина, что ты молчишь? Нам пока экскурсию сейчас проводили с Крис, я прям вспомнила наш садик. Так прикольно. Такие маленькие горшочки, маленькие умывальнички, там шкафчики. Мы с Силеной были в разных садиках. Я всегда так хотела в ее ромашку, а я хотела в лугоморье. А я в лугоморье, у меня вообще не было друзей просто там. И я вот ходила, правда, молчала. А почему ты туда ходила? Это целая остановка от нас. Июшка была... Подожди. Слышишь, ты как... А ничего, что родители определяют детей, как бы... Чё я туда ходила? Я не знаю, чё я туда ходила. И чё мама твоя туда водила тебя? Ну, откуда я знаю, что меня мама туда водила? Но я всегда хотела... Ты потом не спрашивала маму? Я не помню. Наверное, нет. Но меня почему-то в лугоморье определили. Там же тоже очередь, наверное, куда записали. Я не знаю. Ну, можно. Получается, что я в садике днем вообще все время молчала, была очень спокойной. А вечером приходилось... Всегда с Силеной тусили в коридорах, песни пели. Ты помнишь, как мои... Стеклышки всякие, шприцы. А ты помнишь, как... Какие шприцы? Ну, пустые. Стеклышки шприцы, да. Вены резали. Стуширялись. Эйта, ты вспомни, как мы с тобой развлекались. Я помню, короче, когда тетя Таня к маме моей поднималась. Да? Они же тусили вместе, да? А я спускалась с Кристинки домой. То есть они к нам, взрослые к нам, а я с Кристинки спускалась. Короче, это лучше, чем садик. Да. И мы обертывались в одеяло, брали лак для волос и... Давай, песню. Давай. Какая там песня? Не плачь. Еще одна осталась ночь. А, ты же поясняла лак для волос, как будто бы это микрофон. Лак для волос. Это могла быть и расческа. Просто за что-то держать. С лаком как будто он больше был похож, да? Раньше такой микрофон. В общем, да. И такие концерты выдавали. И Кристина пела тоже, да, не скромничала. Да, я пела всю детство, ты что? Я и в деревню приезжала, а мы пели. Да. Концерт, и я еще поеду тоже с тобой на вокал. Ладно, все. Ждем, пока нам позвонят. Они сейчас уже к 12-ти пойдут спать все, и мы пацана заберем. Короче, боевое крещение прошло Денина. Да. Поздравляю. Я теперь буду ждать этого дня. Я хочу скорее, чтобы мальчик у меня развивался с детками, в социуме. Чтобы он, ну, как-то да. Потому что я только хорошего. Я очень рада, что вселенную переклинила. Я вообще так слушала. Садик не отдам. Я боюсь. Думаю, блин, ну и что ты? Будете друг на друга смотреть. Одичайте. Молодец, что тебя переклинило. Я адекватно вижу, что я не... Знаете, то, что, может быть, если бы я ничем не занималась, то, может быть, я, конечно, бы и нашла разные развивашки. Все равно бы тебе не дала бы. Я бы читала, бы смотрела. Ну да, но все равно детей, да, например, в горшок быстрее привыкают. Потому что он смотрит, что другие ходят в горшок, да. Соску бросает, потому что смотрит, что никто эту соску не сосет. График какой-то. Питание как бы, да, сбалансированное. Английский. Хореография. Это огромнейшая работа. Я считаю, что мама, которая все это выполняет, блин, девочки, вы невероятные. Правда. Это потому что эта работа, я не знаю, 24 часа каждый день и делает это на 100%. Так как это делают профессионалы, да, то есть и питание там. Это разнообразное питание, там же у них меню прям целое. Да. То есть тут отдельно каждый человек занимается. Один питанием, может даже не один, а два, да. Один английским, один там гуляют, один там еще что-то, понимаете. А тут одна женщина. Это невозможно. И плюс мы еще не профессионалы с вами, с мамой, да. И мне кажется, что вообще садик это находка. Стоит зарабатывать и половину зарплаты отдавать за садик. Да. Вот даже Настю вашу возьми. Подожди секунду. Я имею в виду половину за садик, потому что у нас дорогой садик. Я сейчас просто скажу, да, я просто сейчас на садике я просто скажу, что государственный садик, вот у меня Наташа вводит мою племянницу, стоит тысячу рублей, она говорит, что еще в месяц. И говорит, еще какие-то перерасчеты делают, еще половину денег возвращается. Наш садик стоит 17 тысяч в месяц. Конечно, у меня жаба поддушивает, что это в 17 раз больше. В 17, не в два, не в три, это в 17 раз больше. Но в государственной, во-первых, там очереди. Ну, это можно как бы узнать, да? Я всегда за садик. Я тоже, правда, этот момент. Мне хорошо, что я оказалась рядом с Селеной, что она решила именно сейчас повезти меня на будущее просто. Вот реально интересно было. Я сама тоже не знала, как будет Дэнни себе. Я думала, что он будет сильно плакать. А он покапризничал просто. Удивительно. Ну, на ручке привык проситься. Думаю, сейчас попрошусь там кто-то. Так он не Селену искал, не меня на втором месте. Он просто на ручке хотел. Просто на ручке. Неважно кому. Да, его взяли, он катается. Ну, и тут чуть-чуть покатался и сел. Короче, я думаю, что все будет замечательно. И еще у нас садик с английским уклоном. Когда он будет немножечко постарше, там уже детки занимаются английским. Классно. Так что за границей будет он нам переводить. Кто сомневается, я теперь вообще не сомневаюсь. Да, и здорово, что сделали, что можно посмотреть. Так вот. Ну, классно вообще. Здорово. Посмотрим, что будет дальше после отдыха. Садик обязательно, да. Мы продолжаем сидеть. Дэнни продолжает пребывать в садике. И заведующая вышла. Она сказала, что вы планируете, чтобы он у нас покушал? Я такая думаю, ну блин, да можно. Я не знаю. Ну, хотелось бы посмотреть, как он будет там кушать, да, со всеми детками. Перед сном как бы, ну да, он уже проголодался, я думаю, погулять столько. И, в общем, мы пересели, чтобы когда они выходили там с площадки, не увидели меня. Ну, он не увидел меня. Вот. Так что он должен сейчас покушать, и мне уже должны скоро звонить. И мы пойдем спать. Очень интересно мне узнать у воспитательницы, что она скажет вообще о нашем ребенке. Вот. В итоге я с заведующей поговорила и решила, что буду я выводить пятидневку. Она посоветовала, что первый месяц нужно, наверное, походить там в первой половине дня, да, то есть разделить в половинки, не на целый день. Вот. А потом уже целый день. Ну и выходные мы будем вместе время проводить. Считай, работа. У пацана моего уже будет работа. Я дома буду ждать его. Вот. Короче, очень интересно. Ждем звонка. Иду. Сейчас отдам. Не волнуйся отдам. Не волнуйся отдам. Ой, кошмарик. Он неплохой. Немного. 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 Второго. Покушать. Спасибо. Так хорошо. Мы сейчас придем. Давай, давай. Пошли. Пошли. Пойдем. До свидания. Спасибо. Дэнни. Дэнни был в садике. Что-то там покушал. С детками поиграл. Тебе понравилось? Дэнь, понравилось? Еще пойдем в садик. Девочка красивая была, да? Как это? Пойдем в садик еще. А с девочкой ты познакомился? Тебе понравилась девочка красивая? Ну, слушай, я за тобой наблюдала. Ты смотри, тут у меня мокрый. Что ты тут налил на себя? Первое. Так он кушал, да? Проел. Ура! Тебе понравилось, походу, да? Ты маму обнимаешь? Спасибо, говоришь, да? Я был в саду, там да классно. Дэн, ну что, мы с тобой в следующей неделе едем на море тогда. Неделька это у нас отпуск перед тем, как начать работать, зайка, да? Развиваться, ходить на работу, с 7 утра до 8 месяцев. Слово работа не надо использовать. Ладно, саморазвитие. Получать удовольствие, да. Саморазвитие. Ну, подожди. Мужчина? Мужчина начинает становиться на мужской путь. Полноценно. Работа сразу отталкивает. Да? Ну, это тебя. И меня. Всех работа. Надо с удовольствием ходить. Ты же маму сейчас кучу? Ой, маму. Спать пойдем? Ты наглядь видела, как ты играла тихонько. Спать не пойдем? Бутерброды пойдем есть? Дэнь. Да? Тебе понравилось, детка? Да? Ты что? Ты записала это? Он сказал, да. А значит, мы пойдем с вами. Все, ура! Пойдем. Пойдем. Мальчик под впечатлением. Да, мы с ним разговариваем. Он вот так все это время идет. Вот такое лицо у него. Где-то в космосе. Дэнь. Крошки мои. В общем, малыш уснул. Но уснул он у меня сегодня позднавательно. Уже 13.30 было. Полвторого. Ну, короче, ближе к двум часам. Сейчас минут 20 спидалом. Он часа в два уснул. Я думаю, это связано с тем, у него прям ни в одном глазу не было сна. Хотя он проснулся в 8 утра. Нет, не в 8. В половину восьмого. Практически так, как в садике нужно, да? Они там с 12 до 3 спят. Я подумала, что он насытился сейчас и погулял, и с детками поиграл, и поел в другой обстановке. И столько всего. И дома он еще здесь побегал. Думаю, уснет к 12. Начала его укладывать, смотрю не в одном глазу. Но я думаю, что он под впечатлением. Потому что на самом деле он реально под впечатлением. У него это было видно на лице. Он такой не понял сначала. Когда меня увидел, он, конечно, расплакался. Только увидел меня, такой сразу плакать. Воспитатель говорит, сейчас я отдам тебе маме. Не переживай. Я взяла его на ручки, и все. Он успокоился и не плакал больше. И ходил под впечатлением. Мне кажется, ему понравилось. Вот. Сейчас он крепко спит. Видимо, насытился этими впечатлениями, и не мог уснуть. Что-то происходило. Но я думаю, что все будет нормально. У меня прекрасное ощущение. Сразу в голове столько возможностей разных открылось. И, конечно же, будет и мне легче, и бабушке легче. Вот. Всем будет хорошо. И я, конечно же, рада за то, что ребенок сразу будет на всех фронтах развиваться. Самое интересное, что еще хотела сказать про гаджеты. Свое отношение к гаджетам. Сначала я подумала, что гаджеты, что такого современный мир. Короче, всего этого полно и тра-ля-ля. Но я не знала кое-какие вещи. Про развитие, как ребенок развивается. Господи, господи. Сейчас покажу. Запутался тут мой помешник. Мой помощник запутался. Денька дрыхнет. Да, мой робокопия работает, пока я тут с вами общалась. Я начала интересоваться разными вещами, которые так или иначе влияют на ребенка. Например, гаджеты. Потом по воспитанию, по развитию какие-то. Как приучить ребенка к горшку и так далее. И мне очень нравится один канал. И одна прям психолог именно там. Она мне как-то и внешне нравится. И как она говорит, все очень нравится. Называется канал Family Is. Сама психолог. Я никак ее не могу запомнить. В общем, она такая светленькая. И она рассказывает о том, как приучить горшку. И многие такие моменты прям для мамы. Я, честно говоря, она настолько мне импонирует, что... Ну, не просто, да, вот просто понравилось и все. Мне очень нравится, что она говорит. Как она говорит. Она, мне кажется, восхитительная мама. У нее четыре подростка. И каждый раз, когда я начинаю слушать, она начинает с таких вот слов, которые доводят меня до слез в плане сентиментальности и ощущения, что ты понят. Что кажется, знаете, что... Опять я растрогалась. Просто иногда кажется, что у тебя одно и так. Ты одна так устаешь, ты одна так выгораешь, одну тебя могут какие-то вещи напрягать, и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. И когда в интернете я набрала, например, там, как приучить ребенка к горшку. А там, одни говорят по одному, другие к тому. Кто-то говорит, он должен востока сесть, кто-то востока. И ты, как бы, такая затюканная и понимаешь, что у тебя не получается его приучить к горшку. То есть тебе нужно проявлять, не знаю, какую-то силу, может быть, как-то напор какой-то. А не хочется. И вообще хочется правильно приучать к горшку без насилия какого-либо, да? Да, ёпперный театр. Слушайте, мой робокопия. Он танцует с моим чемоданом. Я не знаю, как маленький ребенок. В общем. И она, например, начинает это видео свое, там, как приучить ребенка к горшку. Просто из каких-то простых вещей. Что все с этим сталкиваются. И что вот ребенок не хочет ходить на горшок. И что он писает там рядом, а не в горшок этот. И что вот так вот люди, бывает, говорят. И как на это нужно реагировать. И мне становится так хорошо и легко, когда я понимаю, что не нужно ребенка насиловать. Не нужно его заставлять. Не нужно его как-то там усиленно приучать. Всему свое время. У каждого ребенка индивидуальное развитие. Вот мне как раз таки понравилось о том, что нет смысла давить вообще на ребенка, когда он там не садится еще на горшок и не понимает там. У всех детей по-разному начинает развиваться вот этот момент, когда ребенок может придержать то, что он хочет в туалет. И вы сможете с ним разговаривать и как бы объяснять ему, да, там, что надо писать на горшочках и так далее. Ну, короче, она очень все грамотно, профессионально рассказывает. Это один момент. Там второй момент. По поводу гаджетов я как раз таки ее решила послушать. Вот по поводу гаджетов она говорит, что... То есть она сказала, что у детей там до пяти лет, что ли, у них активно развивается все на всех фронтах. Ну, в общем я говорю. Она, конечно, говорит это все более профессионально. И гаджеты, то есть детям не больше часа нужно в день вообще. Почему? Потому что когда ребенок смотрит мультики или фильмы, это 24 кадра, как я понимаю, каких-то. И когда ребенок смотрит вот мультик, да, то он получает информацию, и его мозг, как я понимаю, да, выделяет там что-то, что затормаживает немного активность, да, восприятие вот внутри, в мозгу там. Вот. И если ребенок смотрит это очень много, то его мозг привыкает это все вырабатывать. И получается, что ребенок не открыт к восприятию, и, ну, то есть в тот момент, когда у него все это должно наполняться, развиваться, да, то есть он не открыт, а получается, что мозг выделяет вот эту тормозную фигню эту. Объясняю чисто вообще вот таким вот своим языком. Может быть, по кому-то покажется смешным, а кому-то ужасным, но как могу. Вот. Суть понятна, да, что у ребенка тормозится развитие. А это очень важно именно в эти, в этом возрасте, там, до девяти лет. Потом она говорит, что после девяти там где-то у ребенка уже сформировалось основное все это, да, и уже после девяти можно там три часа в день, потому что уже гаджет не будет так сильно влиять на мозговую деятельность, будут уже там как бы активно развиваться более тонкие такие вот моменты, да, мозговые, что гаджет сильно не повлияет на все это. Но, опять же, очень важно, смотрит он фильм или мультфильм, либо он играет во что-то развивательное, но все равно, это все равно не больше часа, да, там, в день. И мне очень нравится, что в садике нет никаких там телефонов, нет никаких гаджетов, и дома уже мы около недели, даже больше, ну, как бы начали. Это вообще я не включаю телевизор днем, ребенок у меня без гаджета. Вчера я ему включила на 20 минут, и то, когда он уже начал капризничать, на 20 минут в машине, чтобы он просто не капризничался, сидит, когда нас сзади. Включила ему мультики «Машу и медведь», 20 минут посмотрела, и все, потом ничего я не включала ему. Дома ничего не даю, планшеты не даю. Что-то я разошлась. Пацану надо развиваться, он должен расти крепким, сильным, умным, как папочка. Поэтому я решила уделить этому особое внимание. Вот. И, конечно же, я считаю, что садик – это… Просто я вижу, что я не справляюсь. Я не справляюсь полностью со всеми материнскими обязанностями. Это очень тяжело, это респект, опять же, повторюсь, всем женщинам, которые все это успевают. Когда в садике над этим работают несколько человек, да, один делает то, другой то, другой то, а ты здесь одна должна все это делать. И это я не говорю о том, что если женщина еще работает, ну, то просто невозможно, да. Вот. И я хочу, чтобы мой ребенок получал все полноценно, в полной мере, чтобы о нем заботились как следует. Пока я зарабатываю на все это деньги, творю и строю нам прекрасное будущее. Я не знаю, влог какой-то получается. Может быть, мы его закончим как раз-таки таким, да. Я его назову «Наш первый поход в детский сад», что-то типа такого, да. «Гаджеты для ребенка». Вот, ну, вы просили там снять задымку за все. Конечно, я здесь больше трендю, но все, что я сказала, эти запросы были, просто не было повода снять. Я сначала заведующей сказала, что, говорю, мне вот удобно было бы, я же не работаю, да. И по выходным я не люблю куда-либо ходить, развлекаться. Ну, сейчас лето еще, да. Я не люблю, потому что в торговых центрах куча народа. Я люблю в будни выходить. А выходные мы обычно здесь, возле дома. Вот. И я говорю, можно было бы там, ну, ходить, например, не пять дней в неделю там, а три раза в неделю, да. А два раза в неделю, это мы будем как раз-таки вот с ним гулять. Ну, она говорит, да, без проблем все это дело можно. Но ребенка лучше, чтобы он привыкал к садику, да. Чтобы он не расслаблялся, чтобы он привыкал к графику. Ну, в общем, тоже она очень грамотно все, весь этот момент рассказала, что как бы вы как хотите. Хотите так, хотите так. То есть все условия для клиента. И я посидела, подумала и поняла, что и мы в садике будет лучше. Будем отдыхать на выходные, ничего страшного, когда будет много народа. Захочу в торговый центр с ним поехать, поедем в торговый центр. Захочу сходить на пляж или куда-нибудь, мы будем ходить на выходные. Пусть ходят в сад. Я хочу, чтобы он вообще походил и хочу посмотреть, как он начнет развиваться. Он сегодня, вот просто, да, момент такой, который я заметила. Он и так у меня говорит там, прям выговаривает некоторые, вот прям, что хоть сказать. Прям вот уже как будто говорит что-то, да. И долго это не то, что он один раз сказал и все, а что говорит. Сегодня просто он после сада, у него, видимо, много речи он всякой разной слышит непосредственно, да, не только от мамы. Хотя мама вот болтает и болтает, видите, без вырезания все, болтает да болтает. То есть ребенок у меня должен быстро заговорить. Вот. И он прям вот, прям ходил и вот прям вот, прям вот эти гласные, прям конкретно. Вот прям конкретные, очень долго говорит. Я говорю, смотри, как в садик влияет фраза. Вот. Поэтому давайте я закончу влог. Что у нас дальше по плану? Дальше по плану у нас море. Вот следующий влог. Сейчас я буду монтировать все видео для вас, которые сделала, выкладывает потихоньку. Столько всего наснимала интересного. Сейчас еще буду снимать параллельно, пока Донька спит. Господи, Робокопия, это как маленький ребенок, честное слово. Здесь тревает в этих провода. Вот. Потом мы поедем на море. Естественно, я сниму влог. Хочу, да, чтобы он покупался. Ему очень нравится купаться, плавать. Возьмем с собой новый круг, всякие приколюхи. Будем, в общем-то, морской водой наполняться, закаляться. И потом мы приедем. Думаю, может быть, что я в начале следующей недели как раз таки попробую сдать все эти анализы. Я их уже сдам сразу, чтобы они готовили для нас место. И прям бы с понедельника через неделю мы бы начали ходить. Было бы вообще замечательно. И у меня будет график вставать там 7 часов с малым. И ребенок тоже. И времени больше появится, и все. Короче, я вся предвкушением. Буду делиться впечатлениями по ходу пьесы. Все, мои хорошие, я вас люблю и целую. Прощаюсь до следующего видео. И сама жду новых видео. Сама жду новых видео, что же я там вам расскажу. Особенно, что касается садика. Все, целую, люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.